Есть такие растения, которые по народным приметам должны быть в каждом доме. К ним относятся денежное дерево, толстянка, долларовое дерево, замиокулькас и спатифилу, женское счастье. Спатифилум имеет не так много сортов, в основном это не очень высокие растения с узкими длинными листьями, каждый листик сидит на черешке. Цветет спатифилум белыми цветами. Растение очень быстро наращивает массу. За короткий период из одной маленькой деленки может вырасти достаточно большой кустик. Цветение у спатифилума тоже достаточно длительное. Цветы у спатифилума белыми, как видим, только-только начинают появляться. А когда они отцветают, они становятся зелеными. Как в этом случае. Продолжительность цветения зависит, конечно же, от времени года. Иногда он может цвести от двух до шести месяцев в году. Зацветает спатифилум достаточно быстро. Вот даже такая маленькая деленочка. Видим, что она уже выпускает цветочки. Этот уже отцветает. Конечно, у маленьких растений цветы мелкие. А у более крупного спатифилума цветы крупнее. Спатифилум очень неприхотлив. Он может расти в полутени. Но, конечно же, для цветения ему необходимо немного солнечного света. Достаточно утром или вечером. Прямые солнечные лучи могут обжигать листья. На них появляются пятна. Пожалуй, основная проблема выращивания спатифилума – это сухие кончики листьев. Это может быть как адаптация к новым условиям. А также это недостаток влажности в квартире. Но, к сожалению, в квартирах достаточную влажность создать очень сложно. Грунт у спатифилума тоже должен быть очень влажным, но не зимой. Зимой, конечно же, в меру. Растение может даже само дать о себе знать, когда его нужно полить. Листья спатифилума начинают свисать. То есть растение как бы вешает ушки, как это говорят. Значит, его необходимо обязательно полить. Когда спатифилума достаточно влаги, то листья стоят ровно вверх, направленные они. Но всегда ориентироваться на этот признак нежелательно. Грунт у спатифилума всегда должен быть в меру влажным. Верхний слой его может просыхать на 2-3 см. Еще одна небольшая проблема у спатифилума – это пожелтение листьев. Но это в основном случается в зимний период от недостатка освещения. И эти листья в основном уже старые. Такие листья можно просто удалить. Вот и все правила, которые нужно соблюдать при выращивании спатифилума. Это растение можно рекомендовать даже начинающим цветоводам. Особых проблем оно не доставит никому. До встречи God. Состави. Продолжение следует...